Сегодня мы поговорим о уникальных преимуществах мобильных зерносушилок Фрателли Педротти. Давайте по порядку. Ременный привод зерносушилок Педротти. С самого начала 80-х годов завод Фрателли Педротти осознал, что цепная или карданная передача на центральный шнек с использованием редуктора обречена на неудачу. Сушка зерна – это непростой процесс, который требует силы, надежности и, что самое главное, гибкости. Когда уровень влажности зерна высокий, увеличивается его вес и, соответственно, нагрузка на механизмы. Это может привести к выходу из строя передачи и центральный шнек остановится. Ремни – совсем другое дело. В случае повышенной нагрузки на центральный шнек ремни просто проскользнут и привод продолжит свою работу. Поломка редуктора происходит, как правило, когда зерносушилка заполнена зерном. Починка его – очень длительная процедура, а также дорогая. В то же время замена ремней занимает мало времени, экономит значительные денежные средства и продлевает срок эксплуатации зерносушилки до 35 лет и более. Именно поэтому завод Fratelli Pedrotti устанавливает в стандартной комплектации ременную систему передач. Это единственный производитель, который предлагает такую систему привода центрального шнека. Несущая конструкция зерносушилки. Все рамы мобильных зерносушилок Fratelli Pedrotti спроектированы и изготовлены, чтобы гарантировать максимальную прочность зерносушилки всех моделей. Изготовленные из профилированной прокатной стали, раму профиля гарантируют максимально продолжительный срок эксплуатации оборудования. Рама, шасси и части сушилок выполняются с применением гальванизации. Трубы и основания загрузочного шнека, загрузочный лоток, трубы центрального шнека и другое. Процесс гальванизации выполняется путем погружения рам и элементов в ванну с расплавленным цинком при температуре 449 градусов по Цельсию, что добавляет 1 мм к толщине стали. Гальванизированное покрытие создает барьер между металлом и атмосферой, препятствует коррозии и сохраняет зерносушилку в самых экстремальных условиях. Это дает реальную надежность и долговечность. Энергосберегающий топочный блок. Завод использует специально разработанный топочный блок, чтобы быть уверенным, что каждая калория, выработанная горелкой, попала непосредственно к зерну без каких-либо тепловых потерь. Воздух, поступающий от вентилятора, разделяется на два независимых воздушных потока. Это исключает термический шок металла и продлевает срок службы сушилки. Система внутренних лопастей создает однородный интенсивный тепловой поток. Кроме того, четыре разнонаправленные внутренние спирали увеличивают скорость движения воздуха, что увеличивает производительность вентилятора и снижает противодавление. Использование изоляции топочного блока холодным воздухом, как в моделях с прямым нагревом, так и с теплообменником. Это гарантирует безопасность машины, позволяя дотрагиваться до топочного блока голыми руками. Горячий воздух остается внутри топочного блока, что означает не только безопасность, но и отсутствие тепловых потерь. Шнеки Хардекс и гальванизированные трубы. Вместо того, чтобы увеличить толщину металла центрального шнека, что в свою очередь приведет к увеличению потребляемой мощности машины, завод Фрателли Педротти использует более твердые и износостойкие материалы. Секция из стали Хардекс толщиной 8 мм – высокопрочная износостойкая сталь. Сегмент из углеродистой стали толщиной 12 мм – менее нагруженное место работы. Также завод Фрателли Педротти производит трубы центрального шнека из стали марки С430 толщиной 4 мм. Путем гальванизации завод добавляет еще 1 мм толщины, делая трубы более долговечными. Добавлю, что в базовой комплектации идет гальванизированный хомут в основании трубы центрального шнека, который предназначен для регулировки подачи зерна в зависимости от его вида и влажности. Опуская или поднимая хомут, вы обеспечиваете настройки своей сушилки. Система безопасности зерносушилок Педротти Противопожарная система ДЛС постоянно проводит мониторинг движения центрального шнека и мешалок внутри сушилки, контролируя циркуляцию зерна. Это гарантирует, что ни одно зерно не будет нагрето больше, чем должно, и позволит избежать малейших рисков возгорания зерносушилки. Маятниковый датчик реагирует на каждое движение лопасти и мешалки и посылает непрерывный сигнал на пульт управления. Горелка продолжает работать только в том случае, когда поступает сигнал от датчика. Если сигнал прекращается, горелка отключается принудительно. С этой системой, дополненной также датчиками термоконтроля, вы можете быть уверены в полной безопасности своей машины. Перейдем к цифровой системе безопасности. Пульт управления Siemens Logo TD входит в стандартную комплектацию зерносушилки. Управление идет с сенсорного дисплея, панель контролирует горелку и все рабочие части сушилки, обеспечивая бесперебойную работу машины. В пульте предусмотрен также протокол ошибок и сигнализация, чтобы вы могли точно контролировать процесс сушки. Электронный датчик на инспекционной двери принудительно останавливает зерносушилку в случае ее открытия для безопасности работы и предотвращения потерь зерна. Более того, все движущиеся части сушилки защищены специальными экранами для обеспечения безопасности работы оператора. Автоматическая смазка узлов Зерносушилка, которая постоянно смазана, это зерносушилка, которая постоянно готова к работе. Данная система обеспечивает до 400 часов автономной работы зерносушилки для машин с приводом от ВОМ-трактора и до 600 часов для машин с электроприводом. Система состоит из следующих компонентов. Электрический насос с емкостью для смазки на 4-5 кг, распределитель смазки с дозатором, датчик контроля прохождения смазки. Интервалы смазки задаются на заводе и отображаются на панели управления зерносушилкой. Распределители доставляют точное количество смазочного материала к каждой точке машины. Электронный датчик контролирует поступление смазки в распределитель и работу насоса. Эту опцию можно установить на работающую сушилку с традиционной ручной системой смазки. Система аспирации. Тщательная очистка дает зерно премиум качества с максимальной ценой. Очистка зерна экономит топливо и увеличивает производительность сушилки. Данная система не только эффективно очищает зерно от примесей, но и предотвращает выброс пыли в окружающую среду. Воздушный поток системы аспирации легко регулируется в зависимости от удельного веса зерна и нужной степени очистки. При загрузке можно сразу включать систему аспирации. Прогрессивные горелки Педротти Завод Фрателли Педротти производит горелки Педротти, чтобы полностью контролировать все этапы производства и настройки. Для того, чтобы создать идеальный топочный блок, завод производит два типа горелок по мощности и расходу топлива на разной серии сушилок. Басик, Супер, Лардж, ХЛ. Блок управления горелки позволяет горелке работать в полностью автоматическом режиме, переходя от минимальных значений к максимальным. Строго, когда это необходимо. Система контроля позволяет работать с различными культурами на разных температурных режимах без смены или регулировки форсунок. С модуляционной горелкой Педротти оператору требуется просто задать температуру сушки выбранной культуры. Блок управления также имеет два уровня безопасности. Ограничение температуры воздуха плюс 5 градусов по Цельсию от заданного значения и защиту перегрева плюс 10 от заданного значения. Это предотвращает повреждения зерна и полностью исключает риск пожара. Теплообменник Педротти. Система непрямого нагрева – это лучший способ получения органической продукции для нужд человека. Современный дизайн, компактные размеры, использование лучших материалов. Три вида стали ценных металлов. Позволяет оптимизировать теплотворность сушилки и избежать обычных для использования теплообменника проблем. Высокая стоимость, увеличенный расход топлива, низкие температуры работы сушилки. Как результат, конкурентная цена и потери производительности не более 10%. Теплообменник Педротти установлен внутри машины и не увеличивает обычные размеры зерна сушилки. Рабочая температура может достигать до 100 градусов по Цельсию. Система рекуперации тепла. Уникальная на сегодняшний момент в отрасли мобильных зерносушилок опция позволяет сэкономить до 20% топлива во время работы зерносушилки. Суть опции состоит в том, что отработанный воздух с контура охлаждения топочного блока направляется обратно к горелке. Так воздух нагрет. Это дает увеличение температуры агента сушки до 10 градусов по Цельсию без расхода топлива. Воздух чистый, не содержит пыли и продуктов сгорания. Поэтому система рекуперации тепла абсолютно безопасна как в плане возможных возгораний, так и в экологическом смысле. Использование рекуперации тепла дает сушку еще более равномерной. За счет лучшего смешения воздушных потоков в топке система не требует обслуживания.